Наступление холодов жильцы нескольких квартир этого дома ждут с опасением. Каждый год одна и та же ситуация. Батареи еле теплые, в сокон стекает вода, а стены сыреют. Из-за низкой температуры люди вынуждены ходить дома в теплой одежде. Однако и это не спасает. Нина Михайловна, например, в последние дни чувствует недомогание. Женщина уверена, что причина переохлаждения. В квартире холод адский. Второй год, или третий, четвертый, наверное, год мы вызываем, и все это бесполезно. Поэтому нужно как-то это, видите, температура, наверное, 12, не больше градусов. Вот, видите, как ходишь, схватила весь поясницу, все на свете. Однако обращения в КСК ничего не дают. Жильцам называют разные причины. В этом году людям говорят, что затруднение в подаче отопления связано с некачественными коммуникациями в одной из квартир. У самих жильцов иная версия. Причина в неполадках на так называемом элеваторе. Это же их дело. Мы сначала, когда тепло, они пустили, вот до сих пор нету. Чуть-чуть там на этом, на батарейке. Нету почти там. Вот так. В прошлом году тоже такое было. Примечаственная река, они через день запустили. В самом КСК настаивают на своей точке зрения. Труба еще с советского времени. 15 миллиметров, еще старая труба, которую необходимо менять. Сначала не могли найти этого хозяина, потом нашли. Сегодня утром мастер участка пошел, значит, и пошел с собой взял слесаря. Ну, люди, которые давно работают, которые с опытом работают. Пошли еще раз с этим Аксакалом, значит, мы договорились позавчера, что саду у нас выходной. То есть вчера был выходной. На сегодняшний день мы договорились на полдесятого, на десять часов. Пошли, значит, там был его сын, значит. Ну, показали, сказали, что вот, ребята, нужно менять, пока не поменяйте, будет такая проблема. Сегодня очередной поход жильцов КСК закончился скандалом. Я вообще лично вам разговариваю. Вы сказали... Не вчера, а после вчера. Мы с вами договорились на сегодняшний день. А после вчера? После вчера, да. Мы договорились на сегодняшний день. А вы сказали, зачем мне ребята? Вы сказали, что на мороз мы не будем трогать. А сегодня 8 градусов мороз. Почему не трогать? Нет. В прошлом году тоже такой скандал. Подожди, подожди. Мы приедем и скажем наше мнение. Мы вам не дожди. Мы заплатим вовремя. Все услуги мы вовремя заплатим. Пока решили на том, что хозяину квартиры, у которого, по мнению КСК, забиты трубы, выпишут предписание и обязуют их поменять. После этого станет ясно, в чем же действительная причина мытарств, получателей некачественных коммунальных благ. Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт». КСК «Факт» Ну. Продолжение следует...